Я стоял большую часть на ремонте. Выйду и опять заеду. И вот, что не видите? По дороге делаете? Нет, по дороге заезжаю, делаю. А так что-то раз, опять. Глушите. Время для тотальной проверки пассажирского транспорта сознательно выбрано напряжённым, вечерний час пик. Таким образом, удаётся охватить внимание максимальное число автобусов и такси. Особое внимание обращаем к нарушению режима труда и отдыха водителей, техническому состоянию транспортных средств и вообще легализации, легально ли осуществляется перевозка. Проверяем рулевое управление, тормозную систему, утечку сжатого воздуха, имеется ли бы утечка сжатого воздуха с тормозной системой. Распечатки с технического средства контроля труда и отдыха водителя делаем. По признанию тех водителей, которые следят за состоянием своей техники, подобных рейдов они не боятся. Несмотря на обязательный контроль на предприятии, шофёр и сам заинтересован в том, чтобы автобус не ломался. С утра проходим. Что? Медика. Медосмотр. Потом самая у ворот. Механики проверяют. Сами смотрите перед тем, как сеет за руль? Ну, конечно. Что смотрите? На что внимание обращаете? Масло, всё это самое, лампочки, чтобы горело, всё работало. Жидкость тормозная, всё. Водитель пассажирской маршрутки, которая следует по номеру 201 из посёлка Белый Яр в Сургут, по собственному признанию работает в транспортной компании всего несколько дней. Проверку сотрудников ГИБДД он не прошёл. Медосмотры делают. А технику проверяют перед выездом? Проверяют, все проверяют. Как положено, всё делают. А вы сами смотрите за машиной, когда садитесь за руль? Конечно, смотрю. Что смотрите конкретно? Постоянно. Чистая машина. Каждое утро смотрю, да, колёса. Карта-тофограф отсутствует, будете оставлены протокол у нас. В техническом средстве контроля труда и отдыха водителя отсутствовала личная карта водителя. Кодексом предусмотрена статья 11.23, кодексом административных правонарушений, то есть использование технических средств контроля труда и отдыха водителя без карты водителя. Водитель получит от 1000 до 3, должное лицо, осуществляющее выпуск на линию транспортного средства, получит штраф от 5 до 10 тысяч. Список наиболее распространённых нарушений среди этой категории транспортных средств возглавляет как раз пункт, связанный с тахографами. Либо прибор неисправен, либо его нет, или же есть какие-то проблемы с карточками водителей. Ну а практику подобных рейдов в Сургутской ГИБДД считают успешной и могут продолжить. Вполне возможно, ещё даже в этом году. Татьяна Расторгова, Дмитрий Клаковец, Сергей Коликов, Сургут.Интерновости.